Попишись на канал на ютубе, я зажгу с негритянкой на губе. Здесь этого нету, но есть строительство, есть куча мобов, огромный открытый мир, прокачка и вот это все я очень-очень давно хотел. И вот я искал что-то подобное, увидел трейлер этой игры, очень ей заинтересовался, но вышел Dark and Light на неделю раньше, я на нее уже сделал обзор, но там все-таки выживание. А здесь, ребят, именно то, что я ждал, выживания нету. К сожалению, здесь нету квестов, то есть это чистый сэндбокс, где вас никто не водит за ручку. Так, давайте выберем серва какой-нибудь с рейтами увеличенными, чтобы побольше посмотреть контента. Вот, и в конце видео мы с вами сделаем вывод, хорошая игра и плохая, это не будет прям такой обзор, как всегда у меня будет немножко обзор, такой первый взгляд. И в конце, возможно, присоединятся еще друзья, посмотрим, как игра в галископе. Начинаем по классике с редактора персонажа, он здесь не такой богатый далеко, как в том же самом Dark and Light. Здесь у нас 4 варианта головы, 4 варианта прически, и мы можем выбрать цвет, собственно, там кожи, волос, ногтей, между прочим, и глаз. Можно мы играть, конечно же, за женщину, сиськи увеличивать ей нельзя, поэтому я смысла не вижу играть за женщину совершенно. Давайте лучше делаем сурового какого-нибудь волшебника, седого, ужасного, старого и опасного. Вот такой мудрый седой, бородатый старец у нас получился, давайте создаем его, и нас кидают на спаун. Мы можем выбрать 3 города на спаун, это сейв-зона, в которых вас не могут атаковать, насколько я понимаю. Давайте выбираем средний город, спаунимся там, и что я хочу еще добавить. Когда игрушка только вышла, у нее все было хорошо с оптимизацией, но потом, после какого-то обновления, оптимизация просто куда-то проебалась, ее не было совершенно, поэтому я так долго не записывал обзор, не хотел его писать нам в 20-30 FPS. И вот буквально разрабы недавно выписали патч, вернули оптимизацию, я в это верил, я это знал, и теперь мы можем, слава богу, в нее нормально поиграть, и я могу вам нормально записать этот обзор. Я надеюсь, что в последующих патчах оптимизация снова не будет проебана, потому что это было достаточно печально и грустно. Но я заметил еще одну особенность, то что я играю на самых максимальных настройках, убрал буквально только motion blur, который меня раздражает, и производительность игры зависит от сервера, на котором вы играете, то есть на некоторых серверах FPS высокий, на некоторых до сих пор низкий. Но это ранний доступ, поэтому подобные проблемы, к сожалению, неизбежны. Ну а теперь давайте, собственно, посмотрим на самый игровой процесс. Что я хочу отметить по поводу этой игры, и это ее огромный плюс. Здесь порог вхождения намного ниже, чем в любой выживалке. Здесь практически ни в чем не надо разбираться, все как-то само по себе понятно, и это, я считаю, одним из основных плюсов игры, потому что за ней вы реально можете расслабиться и хорошо провести время, вам не надо разбираться, вам не надо, чтобы ваш вулкан бомбил, потому что вы не понимаете, что происходит вокруг. Собственно, начальный игровой процесс построен на очень простом принципе. Вы выходите в огромный открытый мир и начинаете собирать вещи, которые, видите, разбросаны вокруг, и за это вам дают экспу, и потихонечку вы прокачиваетесь. Позже вы изучаете новые вещи для крафта. Когда вы крафтите вещи, вам также дают экспу. И потихонечку вы открываете себе новые вещи для крафта, вы прокачиваете строительство, и поверьте мне, в этом всем очень легко разобраться, но я вам сейчас, естественно, все это объясню. Интерфейс тоже очень простой. Внизу вы видите панель быстрого доступа, где будет находиться оружие, зелье манное здоровье, и над ней зеленая полоска, которая показывает ваш прогресс до достижения следующего уровня. У нас есть меню инвентаря, а, собственно, довольно-таки простое меню. Вот то, что одета на наши персонажи, пока это практически ничего, и то, что лежит у нас в инвентаре. Под персонажем мы видим четыре показателя, которые можем прокачивать здоровье, манна, дамаг и вес. Как вы видите, их намного меньше, чем в том же самом Dark and Light. Кстати, я вам для начала советую прокачивать вес, так как и во всех ММОшках, он заканчивается очень быстро, и местного инвентаря мало. Спеллбук, в котором будут располагаться спеллы, которые мы изучим, но пока здесь ничего нету. Собственно, вот то меню крафта, где мы уже можем крафтить какие-то материалы, необходимые нам для создания предметов. Собственно, эти материалы можем крафтить из доступных нам ресурсов. Меню создания дома, но пока нам оно даже не доступно, потому что мы слишком непрокаченные. Меню social, где мы можем пригласить любого игрока сервера поиграть с нами в пати. И последняя вкладочка — это прирученные животные, что очень интересно. То есть здесь, ребят, можно еще и приручать животных, это очень круто. Есть еще вкладочка знания, но на нее мы глянем чуть попозже. Животные, кстати, нам очень бы пригодились, так как своим ходом передвигаться будет очень долго. Карта просто огромная. За всю игру, которую я играл, я разведал, ну, может, где-то одну третьей карты. Кроме того, в игре есть вид от третьего лица. Он по умолчанию включается клавишей «Tab». Мне, если честно, не очень нравится, как он сделан, но не очень удобен в обзоре. И мне не нравится анимация персонажа, когда он бегает. Поэтому я предпочитаю играть от первого лица. Опаньки, взяли следующий уровень. Надо сейчас по-быренькому прокачаться. Ой, какой-то у меня совсем слабый дамаг. Очень слабый. Давайте дамаг тоже прокачаем. И, собственно, заходим, наконец, в вкладочку знания, которую я тогда пропустил. И тут мы видим предметы, которые мы можем сейчас изучить. Предметы открываются с достижением определенного уровня. Сейчас нам доступно немного предметов, всего 5 штук. Это, собственно, все оружие. Из оружия у нас перчатки, палочки, посох и миличное оружие. Здесь какой-то топорик. И из брони нам доступна только вот эта дурацкая маленькая шапка, которая нам ничего практически не даст. И из бижутерии нам вообще ничего не доступно. К сожалению, попозже это открывается на поздних уровнях. За каждый уровень нам дают вот эти вот очки знаний, которые мы должны, собственно, тратить на изучение предметов, которые мы попозже сможем себе скрафтить. Кроме того, тут у нас есть вкладочка утилити, где мы можем крафтить себе очень нужные нам зелья, которые восстанавливают нам здоровье или манну и дают различные другие бонусы. Также тут мы можем изучать вещи, которые нам необходимы для приручения животных. Однако я думаю, что сегодня мы с приручением не познакомимся в этом обзоре, потому что тут какие-то уровни слишком высокие. Ну и есть вещи, которые нам нужно изучать для того, чтобы летать, для полета. В следующей вкладочке у нас все необходимое для строительства базы. То есть прежде всего это фундамент, там стены и так далее, и так далее, и так далее. Рядышком находятся вещи, которые мы обычно ставим внутри базы. То есть прежде всего это трон, этот работает как шкаф в расе, то есть ты его ставишь у себя в хате, и никто туда не может войти, кроме твоего дома или твоей пати. Ну и различные штуки для крафта, это различные там установки для алхимии, там какие-то бассейны для излечения и различные рабочие столы. Ну и последняя вкладочка это спеллы. То есть тут есть спеллы для всего оружия, вот здесь слева, которые можно установить на любое абсолютно оружие. И есть рядышком для конкретного оружия, то есть отдельные спеллы для посохов, отдельные для палочек, отдельные для перчаток, отдельные для мили. Спеллов, как вы видите, огромное количество, ничего вам не мешает выучить все, но для начала я все-таки вам советую выбрать один вид оружия и изучать спеллы для него. Я предпочитаю посохи, так что давайте выучим посох и выучим вот эту вот шапочку, совершенно бесполезную, но пусть будет. Забыл, кстати, кое-что упомянуть, что даже если вы уже достигли определенного уровня для того, чтобы защитить предмет, сначала вам надо выучить предмет, который находится над ним. Например, вот мы выучили эту шапочку и потом нам стала доступна вот эта туника. Ну и в крафте вот так вот появляются сразу дополнительные подразделы, давайте крафтим сразу с вами посох, потому что без него никуда. Шапку пока и одежду мы, видимо, скрафтить не можем. Я, конечно, красавчик, потому что я скрафтил посох, а никакого спелла-то я и не выучил и все очки уже потратил. Так, это же дурак, надо быстрее сейчас прокачаться. Насчет хилок вы их просто спокойно крафтите и после того, как они появились у вас на интере, вы перетаскиваете их на панели быстрого досопа, и они у вас доступны по горячей клавише. Кстати говоря, на пятом уровне у нас откроется спелл, с помощью которого мы сможем добывать ресурсы с помощью посоха. Так, а это что такое за башня, интересно, клевая такая, надо чекнуть. А, я знаю, что такое, это фаст-тревел, чуваки. Просто подходите наверху к этому шару, нажимаете Е и так вы разблокируете фаст-тревел именно из этой башни. К сожалению, другие башни мы не открыли, поэтому никакой фаст-тревел нам в данный момент недоступен, но работает это вот так вот. Давайте что, прокачаться, скрафтим зелье маны и отлично, мы получили новый уровень. Сразу прокачиваем дамаг, потому что сейчас мы будем с вами крафтить, вернее не крафтить, а изучать спелл для дамага. Вот он, собственно, фаербол, мы его учим, нам дали как раз очки, и нам их хватает, чтобы выучить этот спелл. Насчет того, чего я говорил, смотрите, мы изучили фундамент, нам сразу доступны следующие, сразу доступны следующие, и вот так вот вы изучаете, собственно, все в этой игре. Чтобы активировать спелл, вы должны зайти в спеллбук, перетащить его на посох, и теперь он у вас вот доступен по правой кнопке мыши. Можем с вами повыносить оленей. Боевка сделана классно, ребят, есть криты, прям настоящая ммошка, выебли с вами, получили экспу вот за оленя. С оленей мы вот так вот поднимаем кожу, которая там нам так нужна, но там не очень много падает всего с оленей. Или это лосей? А, это элк, это лось. Вот, сразу что я могу сказать по поводу АИ. АИ довольно-таки тупорылый. Да, ребята, АИ тупой, и нагнуть большинство мобов не представляет такой большой проблемой, не является большой проблемой, ребят, реально, даже если они намного выше вас по уровню. И это, конечно, очень полезно для прокачки, но по-хорошему это не дело. Игрушка в целом не лишена определенных технических проблем, это касается не только АИ, которые, конечно же, надо поправлять, но и, например, работы серверов. К примеру, у моего братишки UDestroyYourself, а также у моего друга хорошего Паши, который ромбал, нагибает со мной в папку. Они купили оба игру и не могут вообще присоединиться ни к какому серверу. Они пытаются их просто выбрасывать в главное меню без каких-либо сообщений об ошибках. Будем надеяться, что разрабы все-таки услышат нас, мы там оремом в стиме и поправят это. Ну вот мы наткнулись на пример нестабильной работы сервера. Видите, сервер не отвечает, нам сейчас, видимо, придется перезаходить в игру. Кстати, один из глюков, когда вот так вот перезаходишь в игру после того, как сервер тебе не отвечает, это очень низкий фпс, но только на старте. То есть ты заходишь, сервер начинает глючит, но потихонечку он поднимается, поднимается, фпс растет, 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 и его отпускает, и фпс восстанавливается. Давайте уже, наконец, скрафтим одежду. Так, все, шапочку одеваем, и теперь у нас относительно приличный вид. Мы выглядим, как такой сумасшедший волшебник, сбежавший из всех ушек вот в таком вот халате. Жалко, что жопа оттуда еще не торчит голая. Еще одна ошибка. После перезахода на упавший сервер у вас в кулдаун уходит ваш спелл, и вы не можете ничего сделать, пока не поменяете его местами с каким-нибудь другим спеллом. К сожалению, я никакой другой спелл не знаю, надо скорее его изучить. Насчет графики, ребят, графика в игре, по-моему, приятная. То есть это не какая-то супер охуенная графа, пиздец, я дрочу там, но она выглядит приятно, довольно-таки детализировано, хоть и, ну, простенько, да, у игры, только единственное, ну, вот проблема с анимацией, особенно бега, да, ну, вот он бегает, ну, очень странно. Наконец-то с вами можем выучить спелл и поправить этот глюк с кулдауном. Давайте выучили спелл, по-моему, это быстрое передвижение. Ставим его в посох и меняем местами просто с фаерболом, и теперь, да, нас отпускает, этот глюк прошел. 14 уровня орк, и он охраняет лут, ребята, он охраняет лут. Так, у нас манна есть, знаете, что нам надо скрафтить, пока он нас не видит? Давайте мы скрафтим с вами две хилки по-быстрому. Ну что, Арчара, ебаный, давай. Ой, видите, у него нормальный протект, ребят, и он очень быстрый, поэтому здесь нам пригодится с вами вот это замечательное... Ох, тут два орка, два орка, еб вашу мать, ребят, я на такое не подписывался. Давайте свалим от них, свалим, 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 свалим. Вот это вот, ребята, уже вообще у нас просто квейк. Ох, еб твою мать-то, ну иди ты нахуй. Так, смотрим с вами на манну, манну давайте тоже восстанавливать. Очень жестко, очень жестко. Орки, ребята, очень быстрее. Минус орк, минус орка, мы с вами подняли уровень сразу же. Мне интересно, как здесь выглядит ПВП. В ПВП сражениях я еще не участвовал, ребят. Минус. Так, с орков мы снимаем полезные вещи, где тут еще один Арчара лежит мной убитый, где-то тут должен быть, вон он. Видите, они немножко подсвечиваются, то есть видно вполне, что там и как. Единственное, меня напрягает, что мобы не всегда таки умные, но вот есть вот такие достаточно тяжелые. Что это такое Барберик? Барберик Боди Армор, смотрите, мы нашли Барберик. Броню классную, давайте все забираем, это все дерьмо. Так, братва, изучаем очень важный спелл, про который я уже говорил, это экстракт. Экстракт нам нужен для того, чтобы добывать ресурсы с помощью посоха. То есть мы его изучаем, ставим его в посох и, например, хотим добыть какой-нибудь ресурс. Давайте вот к деревцу, наверное, подойдем, как к самому ближайшему ресурсу, который мы можем добыть. И начнем его добывать. Вот, собственно, он вот так добывается. Напоминает очень сильно систему, которая есть в Dark and Light, когда мы добываем ресурсы своим посохом. И вам падает там дерево, но не только еще, а различные другие полезные штуковины. Теперь давайте посмотрим на строительство. Оно тут достаточно простенько выглядит. Нажимаете клавишу B, заходите в меню строительства. Дальше выбираете нужный вам раздел. Выбираете нужную вам структуру, которую вы хотите поставить. Ну и начинаете строить. Справа у вас написано количество ресурсов, которые у вас есть и которые вам нужны для строительства определенной структуры. Если вы хотите вернуться назад, выбрать другой подраздел, нажимаете правую кнопку мыши, выбираете, например, стены и устанавливаете их. Кстати, дверной проем здесь ставится немножко не так. Если вы просто выберете, его поставить будет нельзя. Вам надо устанавливать его прямо в стену. То есть вы ставите сначала стену, потом выбираете дверной проем, устанавливаете его в стену, и он у вас появляется прямо сразу с дверью. Хата практически готова. Все, я установил последнюю крышу. Тут у нас стоит трон, то есть для того, чтобы сюда пройти, теперь им надо будет раздалбливать его, а это не так уж и просто. Кстати, хочу указать на один недостаток интерфейса. К примеру, я хочу поставить вот этот вот камень для респауна. Я в него захожу, выбираю его в строительстве, и вижу справа, что у меня там руный камень, потому что я знаю, как он выглядит. Обычный камень, потому что я знаю, как он выглядит. И еще четыре какой-то непонятной хуйни. То есть я вообще не понимал, что это такое, что мне нужно, где мне это взять. И мне пришлось писать в чатик, спрашивать у людей, и они мне уже объяснили, что это такой precious stone, который добывается из таких красных камней. Их найти можно там высоко в горах или в пещерах. Теперь давайте посмотрим, как игра выглядит в коопе. Ко мне присоединились Руслан, Глеб и Кристина. Рус, ты тут уже? Да. Так, я тогда тебя приглашаю к нам в пати, вот он ты, вижу тебя, забрал. Так, Крис, я вижу, тоже на серваке, Крис тоже тебя пригласил в пати. Я здесь на месте тоже. Так, ты на месте, у тебя ник Неос, да, по-моему? Нет, у меня Владис ФДК. Владис ФДК, здесь нормально. Так, вижу тебя, все, тебя тоже позвал. Давайте заодно дом теперь создадим. Здесь можно выбрать эмблемку, кстати говоря, дома, и выбрать название, и, по-моему, девиз. Как дом будем называть? Джопра. Джо-ля. Джоса. Дом у нас будет называться Джоса, а наша хаус-мото, это, видимо, девиз дома будет это. И, ребята, вы что-то пишите. Да, Джо-ба! Во, все, более-менее нормально, крейт-хаус. Все, создали дом, приглашаю вас туда. Русса пригласил, Влада пригласил, и Крис пригласил. Блин, Ваёка здесь очень круто сделана. Мне кажется, если ты вкачаешься, то это вообще будет квака полная. Ну да. Вообще, я хочу очень ПВП здесь поучаствовать. Просто, мне кажется, это веселуха просто полнейшая. Китаться, может, камнями и прыжать в тюрьму. Не нужно. Нет, ну ладно, все, тогда базу я сношу. Заодно сейчас посмотрим, как работает удаление базы. Это, собственно, как раз тоже в строительстве. Выбирайте Delete, ну и просто кликайте на то, что вы хотите удалить. Оно вот так вот сносится. Вам падают весы, мне, правда, сейчас не падают. Я понимаю, часть весов там падает. Но мне сейчас не падает, потому что у меня нет места в инвентаре. А в пати нету френдлифайра, да? Да. Влад, тебе не прилетает сейчас дамаг, отлично. То есть, когда мы находимся в пати или в одном доме, у нас выключен френдлифайр. Так, придумайте, где пока вход сделать. Хотят, не очень важно, по-моему. Вот здесь в углу можно. Так, все, трон поставил. Я второй этаж делаю. Чей дракон? Опа! Какой дракон? Это чувак на драконе аккуратно. Чувак на драконе привезел. Прям на два микрошка. Где он? Ух ты, ёб твою мать! Сего не знаю. Он нам сейчас пизды даст? Да-да-да, не агрите лучше, потому что это уже прокачанный игрок и вообще. Он сел. Все, мне кажется, он мирный. Мне кажется, он мирный, мирный, мирный. Он бы нас уже убил давно. Ты будешь писать, что-то я не могу. На Enter нажми и будешь писать в чат. Я уже пишу. Он здоровается. Он нормальный? Он мирный? Блин, дракон топовый, конечно, вообще. Я ему написал, что дракон топовый, чтобы он нас не убивал. Да, он жестко прокачан, вообще одет просто по-царски. Блин, ну дракон, что такое прикольное? Посмотрите, вообще он так клево сделан. Он что-то, слышите? Он что-то оставил. Рез оставил? 500 дерева, блядь, мешки. Блин, ну это классика выживалок, блин. Надо ему спасибо сказать. Сейчас я ему напишу. Респекте, братан. Блин, я хочу такого же дракона. Я хочу летать на драконе просто. Я хочу быть царем драконов. Посмотрите, блин, круто, кстати, сделан очень дракон. Анимация тоже нормал. Вообще, смотрите, какая мечта, блин. Хуенно. Как же я давно мечтал о таком дерьме просто. Просто вы посмотрите на это дерьмо. Блин, дракончик плакал вообще. Давайте убивайте этого дракошу, застрявшего и тупого. Мне кажется, нам за него экспы, кстати, дохренища ладут. Эти самые фаерболы взрываются прям тут. Я подпрыгиваю специально, чтобы доставать. Все, развален дракон. 3-400, блин, мне дали экспы. Что выпало? Золотой слиток. И драконья там кожура, чешуя. Кожура, чешуя. Мы жесткие волшебники. Мы волшебники, блядь. Ну стойте вы, эй, тихо. Без селфи вообще никак, жестко. Так, там F12? F12 нажимать? Я что-то подзабыл. Все, вроде сфора. Надо удерживать там просто. Вообще, вы топовые просто, пацаны. Я метлу крафчу, короче. Так, сэээ... Да, мы уже сколько-то их зубь. Чувак, я сейчас буду тестить, короче говоря, метлу. Как она работает, интересно. Ща проверю. Чуваки, ты ищу метлу жестко. Ща будет тест метлы. Так, я нажал на F и летаю на метле. Я волшебник. Я волшебник. Я баба яга. Я, блядь. Я охуительный волшебник. Вообще, чуваки, это так прикольно, блин. Вообще, надо всем сейчас быстро скрафтить, короче. Метлы и летать. Это, блин, это просто охренительно. Ой, блядь, ой, блядь, блядь. У меня манна, короче, закончилась. И метла исчезла. Прикиньте, она исчезает, когда манна заканчивается. Вот забирай, забирай посох. Понял, понял, понял. Забираю посох. Он прям у дома. Давайте его снесем, как дракош. Кто там? Опять кто-то застрял у дома? Огромный этот огур, блин, как кто он там? Ну, можно для их спыта снести, в принципе. У меня как раз посох модный, можно опробовать. Я тоже модный, пиздец. Рус, ты там аккуратней, чтобы он тебя не завалил. Если ко мне побежит, я сразу свалю. Давай. Сколько у него осталось там? Я не вижу отсюда. О, отъехал. Да. Так, чуваки, нам надо отправляться в эти enemy camp. Я там броню нашел. Давайте до ближайшего. Давайте, погнали туда. Года ближайшего. Ну, пошли, пошли. Ну, вон, правая, справа, которая. Ну, слева. Мой enemy camp справа. У тебя кольцо есть? Я его выбил. Где ты его выбил? Подожди, а куда оно ставится? Там я че-то не пойму. А то там в инвентаре его, прям там специальный слот есть для него. Может, русы подождем лучше? Да они седьмого уровня, я вас умоляю. А, ну, херня в натуре. Ну, вон, они с одного удара вообще выносятся. Давайте, валим нахер. Всех завалили уже. Нормал. Че, летим тогда? Бля, нормально. Блин, она вообще очень жёстко жрёт манну. Надо прям прокачивать, чтобы летать нормально, очень сильно манну. Либо запасаться просто этими зельями. Блин, рус, у тебя этот луч заваганный вообще, висящий вечно. Опа, вот они, пидоры. Кто, кто там? Эти, мёртвые. Нежить. Давайте гасим тогда. Гасим, загасим, загасим. Погнали, 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 погнали. Разваливаем, разваливаем. Блядь, так тут нормально так. Но они чё-то разваливаются тоже на два удара. За два. Может, за три. Чё, развалили? Всех развалили. А сундук открытый. Кто-то всё забрал уже. Кто забрал, я не забирал. Ну не мы, я не забирал ничего. Это, видать, было уже. Чё, открытый был уже? Просто мы пришли и открытый. Мы натыкались вдвоём, когда играли на... А, точняк. Видимо, кто-то залутал и мобы резнулись, а сокровища нет. Такс. Чуваки, а тут чё-то какое-то более серьёзное дерьмо. Тут какие-то здоровенные мобы. Опа, нихуя себе. Чё за дичь вообще? Ну чё, давайте, погнали, блин. Да, свой вы, ребят. Давай, нагибаем, нагибаем. Развалим, развалим. Я думаю, нас много и у нас вроде как всё нормально. Пока с этим нас ещё никто даже не покосал. Так, я с другой стороны зашёл. Тут ещё один стоит, ещё один стоит, я угошу. Блин, тут волчар, волчар вообще не в тему под спайсом охуевает. Типа, чё происходит вообще, чё за херня? Так, всё, волчар развалил. Давайте последнего гасим. Их двое, что ли, всего, было тут? Всё, всё, развалин, развалин. Так, сундук открыт. Почему сундук открыт? Да, я золоталил. А, слава тебе, господи. Чё там было-то? Там амулет был из железных слиток и чё-то ещё. Тут чё-то какой-то как будто ритуал вообще мутится. Огромный волк? Огромный волк из Dark Souls надо убивать, убивать. Ещё мертвяки, мертвяки, гасим. Всё, давайте, загашиваем. Блин, а чё они тупят-то так, господи? Ну, поправьте АИ, ну, товарищи разработчики, если вы видите вдруг это видео какими-то судьбами. Тут все тупые вообще, смотрите, жесть какая. Они просто тупят. Вообще не опасные, ребята. Так, и чё, где лут? Вот тут рядом чё, один отбился. А лут-то где? На северу запрещено. Блин, ну уже открыто всё. Ещё один застрявший дракон, на котором можно нормально поднять XP. Блин, ну вот смотрите, он вообще реально тупит и ничего не делает. То есть мы его просто гасим и качаемся на нём. Без проблем. Я ему в жопу зашёл вообще. Ну всё, отъехал. Нормально, Лутецкий с него забрал. Я потом сложу. Всё, в общую копилочку, пожалуйста. Да, да. Ну всё, я складываю, короче, всё залутанное. Вы тоже кладите, потом будем разбираться. Вроде нормально, побегали, полутали. Жалко, что мобы тупят иногда. Вот, собственно, и всё, братва. Я думаю, что обзор, не обзор, даже первый взгляд такой может заканчивать. Мы с вами посмотрели азы игры, как она начинается. Посмотрели, как устроена прокачка, крафт и так далее, и так далее. Даже умудрились с вами побегать в коопе с моими друзьяшками-братушками. Полетать на мётлах. Ну и посмотреть достаточно большое количество контента. Кстати говоря, насчёт контента. Мы вроде как нормально летали. И было это не маленькое количество времени, а разведали мы не такую ещё большую территорию. То есть, представляете, насколько эта карта, этот мир большой. Тут всё ещё исследовать и исследовать. Благо есть фаст-тревелы, надо их тоже будет изучить. Несмотря на большое количество технических недочётов у игры, сама игра имеет огромный потенциал. И я просто очень сильно надеюсь, что разработчики не забьют на неё и будут исправлять все ошибки, которых на самом деле на данный момент большое количество. Ну и на этом, собственно, всё, братва. С вами был Мародёр 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Но если вы уже подписаны, то респект вам жёсткий. И до встречи в следующих видео. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok